Здравствуйте! На Хабар 24 новости в студии Илья Рывин. Казахстан – важный партнер Вьетнама в Центральной Азии, отметил глава Вьетнамской Республики Ву Ван Хуонг в ходе переговоров с Касым Жмартом Тукаевым. Собеседники обсудили торгово-экономический потенциал страны. На сегодня товарооборот уже превысил 600 миллионов долларов. Стороны договорились до конца года увеличить его до миллиарда. К тому же первый визит в страну Юго-Восточной Азии, которому глава государства уделяет первостепенное значение – новый этап двустороннего сотрудничества. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к вашему государству и вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама – авторитет страны на международной арене. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под вашим руководством. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает вашу страну важным партнером в Центральной Азии. Казахстан – важный партнер Вьетнама в Центральной Азии, отметил глава Вьетнамской республики Вов Ван Хонг в ходе переговоров с Касым Жемартом Тукаевым. Собеседники обсудили торгово-экономический потенциал страны. На сегодня товарооборот превысил 600 миллионов долларов. Между тем, перспективы сотрудничества в энергетике и логистике обсудил Касым Жемартом Тукаев с главой Савика Групп Нгуен Тхань Хунга. Президент отметил, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов. В свою очередь, представитель одной из крупнейших компаний Вьетнама сообщил о планах создать торгово-логистический центр в Казахстане. Кроме того, местный лоукостер планирует увеличить количество рейсов в Казахстан. Глава государства поприветствовал планы компании и заверил, что правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов. Больше 600 миллионов тенге выделило правительство на оснащение подразделений МЧС специальными устройствами. Приобрести планируют более 70 беспилотников и 5 водосливных устройств для воздушных судов. Покупка новой техники позволит повысить эффективность. Сейчас в распоряжении МЧС 27 беспилотников и 12 водосливных устройств. В авиапарке 34 многофункциональных воздушных суда, но произошедшие в этом году события показали, что этого количества недостаточно. Напомню, ежегодно в стране регистрируется около 1000 лесных степных пожаров, а также порядка 4000 природных возгораний. Пострадавшие от паводков в Западно-Казахстанской области заселяются в новые дома. Их возвели за три месяца. Новоселье справляют жители трех сел Бурлинского района. На строительство каждого дома выделили по 30 миллионов тенге. Напомню, в марте в регионе действовал режим ЧАЭС. Весенними паводками подтопило 175 домов. 16 из них не подлежали восстановлению. Быстро вода пришла, даже не ожидали, что так вот было. Два дня не могли домой зайти. Новый дом, всем спасибо большое. Всех с новосельем. Дом хороший, дом понравился. Во время паводков в нашем округе были подтоплены около 40 домов. Из них 5 домов не подлежали восстановлению. Всем пострадавшим оказана поддержка. Были выделены средства на строительство новых домов. Все работы завершены в установленные сроки. Масштабная реконструкция многоэтажных домов идет в городе Кентау Туркестанской области. В этом году запланировали капитально отремонтировать более 50 жилых зданий. В половине из них работы уже завершены. Полная модернизация жилого фонда закончится в следующем году. Многоквартирные двухэтажки появились в Кентау в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт в них проводили более полувека назад. Состояние домов практически аварийное. Крыши протекали, фасады отваливались, трубы прогнили. Некоторые жильцы сами собирали деньги, вкладчину на ремонт. Но такие затраты могут позволить себе не все. Помощь государства поспела кстати. Ремонт понравился всем жильцам. Соседи приходят даже полюбоваться. Детскую площадку тоже строят. Дети не нарадуются, ждут, когда закончат. Такой красоты здесь никогда не было. Всего в городе Кентау и близлежащих сельских округах 376 многоэтажных жилых домов. Почти все они старые. По программе развития регионов в 2014-2022 годах в порядок привели 266 домов. Тогда затратили почти 7,5 миллиардов тенге. В этом году выделили еще чуть более миллиарда тенге. Обновят 55 жилых зданий. Ремонтируем крыши, фасады, подъезды, инженерные сети. На следующий год тоже сделали бюджетную заявку на полтора миллиарда тенге. Ожидается ремонт еще 37 домов. Таким образом весь старый жилой фонд города Кентау будет модернизирован. В целом по области до 2026 года реконструкцию пройдут 221 жилых многоэтажных зданий. Новую подстанцию введут в строй в Тулебийском районе Туркестанской области. Это не единственный проект, призванный решить энергетические проблемы региона. Здесь строят мощную электростанцию, которая обеспечит электричеством не только юг Казахстана, но и соседние страны. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Новая подстанция должна обеспечить электроэнергией почти половину города Ленгер. Это микрорайоны Козыгурский, Алатауский, Самал и Шанырак. Здесь находятся 63 многоэтажек, порядка 100 коммерческих и социальных объектов и 3000 частных домов. Население составляет более 10 тысяч человек. Смертная стоимость объекта 2 миллиарда 169 миллионов тенге. Уже выровняли участок, запетонировали, установили два трансформатора на 10 тысяч киловатт. Также провели линии электропередач протяженностью 14 километров. Столбы доставили из России, а трансформаторы отечественного производства. В работе задействованы три бригады. Завершим до конца года. Город Ленгер растет с каждым годом. Старые электрораспределительные оборудования не выдерживают нагрузки. Строить подстанцию начали в прошлом году после многочисленных обращений жителей. Мощность электроэнергии временами падает до 70 вольт. Это доставляет нам много неудобств. Поэтому с нетерпением ждем окончания строительства. Очень надеемся, что завершат до зимы, как обещали. Когда подключат новую подстанцию, дефицит электроэнергии в Ленгере прекратится. Но для полного решения проблемы в селе Киелита Столибийского района запустили еще один проект. Здесь строят крупную электростанцию на базе парогазовой установки. Ее мощность 1000 киловатт, а стоимость 600 миллиардов тенге. Установка не имеет аналогов Центральной Азии. Эта электростанция способна избавить от энергетической зависимости не только юг Казахстана, но и соседний Узбекистан, утверждают энергетики. Ее введут в строй в 2026 году. Все больше грузинских предпринимателей инвестирует в казахстанский бизнес. По их мнению, в нашей стране значительно шире рынок, а значит и больше возможностей для развития. Страна привлекательна благодаря своему географическому положению, ресурсному потенциалу, экономике и устойчивому росту. Это создает перспективы для успешных бизнес-инициатив, предлагая грузинским инвесторам обширное поле для деятельности и инноваций. Среди них есть и те, кто долгие годы жил и работал в нашей стране. Казахстан невозможно для меня забыть, потому что живя в Казахстане, я все время встречал, провожал, дружил и хотел работать с грузией и грузинами. Живя в Грузии, я все время встречаю, провожаю и работаю с Казахстаном. И до сих пор в Грузии и Казахстане мы являемся стратегическими партнерами, очень важными друг для друга. И на сегодняшний день мы продолжаем эти рабочие бизнес-операции. То есть, в первую очередь, это импорт и экспорт, обмен товарами и услугами, во вторую очередь, это обмен опытом и знаниями. Казахстан 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 В Эквадоре прошел первый тур президентских выборов. Один из кандидатов прибыл на голосование в каске, бронежилете и в окружении вооруженных полицейских. Повышенные меры безопасности не случайны. В начале месяца в Кито застрелили одного из восьми кандидатов президенты, бывшего журналиста и борца с коррупцией Фернандо Вилья Весенсио. Накануне выборов власти направили на участки больше ста тысяч полицейских и солдат. Отмечу, по результатам экзитпола с отрывом лидирует социалистка Луиза Гонсалес. Второй тур должен пройти 15 октября. А в Гватемале тем временем избрали нового президента. Им стал кандидат от оппозиции Бернардо Аривало, сын первого демократически избранного лидера государства. По предварительным подсчетам он набрал около 60% голосов. На втором месте бывшая первая леди страны. Она заручилась поддержкой третьей избирателей. Бывший президент Алекандро Джаматеи не участвовал в прошедших выборах. Вскоре после обнародования результатов он поздравил победившего Аривало и заявил о готовности передать власть после официального оформления результатов. Сразу несколько автомобильных пунктов пропуска не работают на границе Узбекистана и Казахстана. Они закрыты на ремонт. Как итог, основная нагрузка ложится на пункт Жебекжолы. Работа идет круглосуточно. Только за 7 месяцев через него границу пересекли больше 5 миллионов человек. Многие жаловались на очереди и долгое ожидание. Погранпереход посетили депутаты мажориста парламента нашей страны. Подробнее расскажет Вероника Боярова. Плохие санитарные условия, отсутствие комнаты матери и ребенка и нормальных туалетов. Вот основные жалобы людей, переходящих казахстанско-узбекскую границу через КПП Жебекжолы. На месте процветает несанкционированная торговля, а между таксистами и пассажирами вспыхивают драки. Акимат и полиция эти проблемы не решают. Границу переходит большое число людей. Если брать период с 2019 года, то это около 22 миллионов человек. Граждане как Казахстана и Узбекистана, так и третьих стран. При въезде чувствуешь неприятные запахи. Нужно починить туалет. Дорога неудобная. Хочется, чтобы в зданиях были кондиционеры. Внутри душно. Жалуются и на долгую проверку документов. Сами таможенники списывают это на то, что система не цифровизирована. И документы приходится проверять вручную. Программа Буркот была внедрена 22 года назад. До сих пор держат камеры в руках, когда проверяют документы человек. Это прошлый век. Наша задача все исправить и усовершенствовать. В сентябре начинается работа мажилиса. В этот период нужно поднять проблему. Тут для людей осталось 1-2 метра. Остальную территорию занимают незаконные торговцы. КПП ЖБХЖЛ требует ремонта. Но по плану он назначен только после 2025 года. Мажилисмены, посетившие пункт пропуска, пообещали, что с началом работы Нижней палаты парламента в сентябре этот вопрос будут решать. Им также поступили предложения от работников КПП. Например, внедрить экосбор с иномарк по аналогии с узбекской стороной. Мотивирует это тем, что средства можно будет направить на ремонт помещений. Вероника Боярова, Рауан Манбаев, Хабар-24. В эфире новости на Хабар-24 продолжим выпуск. Контрабандную партию сигарет и алкоголя изъяли сотрудники агентства по финмониторингу. Четыре жителя Западно-Казахстанской области пытались реализовать продукцию почти на миллиард тенге. Изъяли больше миллиона 600 тысяч пачек сигарет и крупную партию спиртного с поддельными учетно-контрольными марками. По информации АФМ, табачную продукцию незаконно завозили из Кыргызстана и продавали в Уральске. Троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Еще одного виновного оштрафовали на 3,5 миллиона тенге. В Северо-Казахстанской области больше тысячи молодых специалистов устроились на субсидируемые из бюджета рабочие места. Еще сотни жителей благодаря господдержке смогли начать свой бизнес. Все это помогает снизить уровень безработницы в регионе. На рулях Метова с подробностями. Альбол Сапуанов по специальности машиностроитель год назад получил высшее образование. Трудоустроиться решил через карьерный центр. Его направили на трансформаторный завод на субсидированное государством рабочее место. Теперь он мастер-механик. Произвожу катушки на трансформатор. Можно сказать, что это сердце трансформатора, так как оно начинается от меня и передает по всему заводу. Получается, мне государство платит за часы нахождения на этом заводе, за наряды, получается. А то, что я с завода, это получается как объем, я забираю от завода еще отдельно. Соответственно, у меня в один день бывает две зарплаты падают. На такие же субсидированные рабочие места с начала года трудоустроили 1200 молодых специалистов. А желающим начать бизнес государство предоставляет гранты и льготные кредиты. Этим воспользовалась семья Мурата Тлеуа из села Покровка. Они год назад переехали на север из Туркестанской области. Супруга оформила заем под 2,5% годовых. На эти деньги купили коров. Молоко сдают и получают ежедневный доход. Кредит по 2,5% годовых это очень удобно. Еще нам дали полтора года отсрочки. Ежедневная выручка от молока где-то по 15 тысяч тенге. Я грант получил. Доильное оборудование купили. При желании можно зарабатывать. До конца года в регионе планируют выдать более 270 безвозмездных грантов на сумму 378 миллионов тенге. Одобрено 113 заявок на льготное кредитование, предусмотренное для молодежи не старше 35 лет. Специалисты отмечают, для желающих трудиться есть множество вакансий в разных сферах. На сегодня в нашей области имеется свыше 6000 вакансий. Именно наибольше востребованы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики, строительства, благоустройства. В сфере образования тоже имеется достаточно вакансий, здравоохранения. То есть работа имеется. Мы будем продолжать работу именно в этом направлении. Трудустраивать максимально молодежь. Официально в регионе зарегистрировано порядка 5000 безработных. 20% из них молодежь. Нургулях Медва, Коныш Казбеков, Хабар, 24 Североказахстанская область. Почти 21 миллиард тенге в качестве пособий по уходу за детьми выплатили неработающим родителям из республиканского бюджета с начала этого года. Такую поддержку получили больше 107 тысяч человек. Еще почти 145 миллиардов тенге социальных выплат получили родители, потерявшие работу. Их около 440 тысяч человек. Напомню, с января текущего года срок выплат пособий по уходу за ребенком продлили до полутора лет. 8 школ Байзакского района Жамбулской области переведут на газ. Для этого из областного бюджета выделили 202 миллиона тенге. По словам специалистов, работы намерены завершить до начала отопительного сезона. Ранее учебные заведения отапливали углем. Эту школу в селе Жакаш построили 40 лет назад. Все эти годы учреждения отапливают углем. За сезон сжигают примерно 200 тонн твердого топлива. Но качество угля оставляет желать лучшего, говорят специалисты. Уголь попадается низкого качества. Еще его надо таскать и следить, чтобы не прогорел. Подкладывать уголь нужно каждые два часа, чтобы поддерживать тепло в здании. При переходе на природный газ в школе будет держаться одна температура, и дети не будут мерзнуть. К тому же голубое топливо в разы дешевле угля. Капитальный ремонт школы провели три года назад, но тепломагистраль, соединяющую здание с котельной, не обновляли. Сейчас устанавливают газовые печи. Всего на голубое топливо переведут 8 школ Байзакского района. Для этого из областного бюджета выделили 202 миллиона тенге. По словам специалистов, работы завершат до начала отопительного сезона. Мы полностью меняем теплотрассу каждой школы, так как трубы устарели и изношены, поэтому они могут не выдержать и лопнуть. Меняем печи. Работы еще ведутся в трех школах, а в остальных четырех начнутся через несколько дней после определения подрядчика. Теплосети 19 школ Байзакского района давно устарели, поэтому в отопительный сезон они могут выйти из строя в любой момент. Чтобы избежать внештатных ситуаций, местные власти подали заявку в областной бюджет на 362 миллиона тенге для модернизации сетей. Анастасия Сулейманова, Руслан Хотела, Жембулская область, Хабар, 24. 58 селеопасных участков и 416 моренных озер насчитывается в горах области ЖТСУ. Сотрудники ДЧС совместно со специалистами КАЦ Сельзащиты провели облеты и проверили состояние водоемов на горном хребте ЖТСУ Алатау, а также бассейнов шести рек. Мониторинг выявил, что снег в Высокогорье уже растаял, идет таяние ледников, уровень воды в озерах в пределах нормы, а притоков ниже максимальных значений. Русло рек свободны, нет заторов, гидрологическая обстановка стабильная, говорят специалисты. В департаменте ПОЧС в области ЖТСУ совместно с сотрудниками КАЦ Селезащиты проведен аэровизуальный облет в бассейн рек Гю, Саркан, Аксу, Лепсе, Баскан. Во время аэровизуального облета было установлено, что в связи с понижением температурного плона в горной местности, уровень воды на море на ледниковых озерах на сегодняшний день спал. На этом у меня все. В студии работал Илья Рыбин. Оставайтесь на Хабар 24.